Жми лайк этому видосу, набираем тут 3000 лукасов и я сниму инструкцию, как запустить настоящую Counter-Strike на нашем мобильном телефоне. Привет, интернет! С вами Илья, это Игродень и новый большой топ игрушек в стиле CSGO на Android. Сегодня я решил сделать большой топ из 10 актуальных игр, где покажу самые интересные игры в стиле Counter-Strike на телефоне. Тут будут как неофициальные порты, так и просто те игры, которые походят на CS и многое другое. Короче, поехали! Начнем с порта Go Project. Это порт контры, при том разработчики сделали один в один меню из Counter-Strike, а также перенесли карту Mirage в свой мобильный проект. Поначалу нам доступен такой же выбор стороны, базовые пушки и такой вот геймплей. Тут на самом деле нам доступно несколько видов пушек, по карте мы спокойно можем передвигаться, модели героев тоже похожи на те, что в CSGO и из минусов пока только есть то, что здесь мы не можем постреляться. То есть вообще стрельба, конечно, имеется, однако мы не можем стрелять по ботам, потому что они просто стоят на месте и так здесь не двигаются. И таким образом мы просто можем посмотреть пока что карту. На самом деле карта перенесена здорово, и я надеюсь, что проект не заморозят, сделают здесь сам уже геймплей, и будет интересно просто посредить за этим проектом. Идем далее, и следующая игра это CS 1.6 Client. Это отдельная игра, которая использует движок Xesh 3D и совместимо с Counter-Strike 1.6. То есть это реальная контра на телефон, она не урезанная, и спокойно тут можно зайти на сервер и вообще в онлайне поиграть. Это на самом деле круто, правда, постараться нужно, чтобы сделать фраги, то есть к управлению тут придется привыкать, ну а в остальном это реальная контра на наши мобильные девайсы. Это на самом деле клевый такой порт, полностью перенесли игру, и как вы понимаете, это самая, наверное, крутая игра с тематикой контры, так что скоро сделаем по ней инструкции. Идем дальше, и следующая игра это Stand Off 2, игра, которая очень похожа на контру, однако это не прям клон, а просто игра, вдохновленная CS. И вас ждут новые карты, новые виды вооружения, много режимов, в которых команда террористов и отряд спецназовцев сойдутся в битве, и просто хороший геймплей и качественная графика. Наверное, это одна из самых красивых игр из нашего топа, и думаю, спорить со мной не будут. Идем дальше, и следующая игра это Special Forces Group 2, полноценная игра, которая также имеется в Google Play, и это некая смесь CS 1.6 и CS GO. Тут множество карт из легендарной CS 1.6, а точнее, похожих карт. Также полно бушек, скинов, огромное количество интереснейших режимов и крутой онлайн. Игра очень популярна, я сам по ней делаю и стримы, так что тоже вам советую скачать, чтобы с нами поиграть. Critical Strike Killer Shooter. Это экшен-шутер с несколькими игровыми режимами и кучей локаций. Эту игру я решила добавить именно для владельцев слабых смартфонов, потому что у вас она должна спокойно работать. С первого взгляда становится видно, что игра это такой вот клон Counter-Strike, но уже со своими особенностями. На каждой локации нам предстоит играть много раз, проходя уровни, отличающиеся сложностью. В первом режиме мы будем воевать со стандартными ботами, которые начнут вести по нам огонь, ну а потом будет режим зомби. Там вместо ботов уже живые мертвецы, с ними будет гораздо тяжелее воевать, но от этого интереснее. Третий режим это уже более такой сложный уровень, там нужно будет обезвреживать бомбы и таким образом стараться затащить раунд. Critical Strike Portable это мобильная адаптация легендарного шутера Counter-Strike 1.6, гордо именуемая нашими соотечественниками как Contra. Эта реинкарнация легендарного онлайн шутера позволяет склеснуться пользователям Android и iOS на просторах известных шедевров. Тут будет Fullday, Италия, Dust и другие классические карты. Тут также имеются режимы, разные моды, допустим зомби экспериментальные и много других. Разработчики максимально упростили управление, оптимизировали интерфейс, но привыкать все-таки придется, чтобы хорошо играть. Critical Strike CS еще одна хорошая игра в стиле Contra. Это очень годная пародия на знаменитый Counter-Strike и как и в первоисточнике нам нужно будет сражаться за террористов или Contra. На момент последнего обновления здесь мы можем играть как в одиночном, так и в онлайн режиме против других игроков. Используем более 30 видов оружия, которые, кстати, мы можем прокачать и таким образом стараемся победить в этой игре. Strike for Destruction еще один отличный неофициальный порт CSGO на Android. Здесь разработчики круто постарались и перенесли много фан-геймплея. На андроступны даже закупка, много пушек как в CSGO и, конечно же, карты. Правда, с последнего обновления карты убрали, оставили только 3, но зато подтянули все остальное. И карты, я думаю, тоже будут уже в новых обновлениях. Игра клевая, тут, кстати, также несколько режимов имеется, так что подключайтесь. Modem Strike Online. Команды сражаются друг против друга и мы примкнем к одной из них. Цель это победить противоположную команду и показать, кто является сильнейшим в онлайн такой резерве. Здесь, что круто, мы можем создать свой сервер, создать свою игру, выбрать карту, режим и играть со своими друзьями. Игра тоже клевая, так что пробуем. Ну и последний на сегодня, и это игрушка Foreign Assault. Это шутер от первого лица с логическим геймплеем, где мы становимся лидером полицейской команды и готовимся к убийствам. Также с арестов, конечно, тоже можем поиграть и попробовать сдачить раунды. В игрушке несколько пушек, дробовиков, снайперок, винтовок, автоматы и более мощное оружие. Выбираем в свою сторону, сгасимся с другими игроками и это тоже еще один хороший фон. Так, ну что, ребята, это была десятка игр в стиле контри на мобильные телефоны. Надеюсь, что вы это дело оцените. Кстати, напишите в комментариях, какие игры сами предпочитаете играть. И я, конечно же, тоже с вами пообщаюсь. Ну а так, у микрофона был, как всегда, Илья. И увидимся уже вновь. До скорых встреч и пока.